Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы с вами будем делать очень интересный, даже я не могу сказать, что это полностью эскиз, мы будем рисовать с вами разные рукава. Вообще, если у вас в библиотеке будут такие рукава, вам будет очень удобно работать, поэтому сегодня мы как раз разберем основные типы, которые у нас очень часто используются. Так, наверное, вот зря я все руки убрала, поторопилась шаблонно убрать все руки. С одной стороны мы все-таки ручку оставим, вот такую, и уберу всю часть нижнюю, потому что мы будем работать исключительно с рукавами, нижняя часть нам будет просто не нужна. Вот такую часть шаблона я оставлю. И, соответственно, нам нужно будет таких 9 штучек. У нас будет 9 основных типов рукавов. Так, давайте это мы уберем. Шаблон такой можно скачать у нас на сайте, ссылочку я всегда оставляю под видео, так что, пожалуйста, не стесняйтесь, скачивайте. Сейчас мы здесь нарисуем с вами базу. Так, вот меня можно поругать. Я не заблокировала шаблон, не создала новый слой. И нарисуем мы его красным цветом для того, чтобы нам его было хорошо видно. Точнее, наверное, лучше черным нарисовать, я так думаю. Ну ладно, сейчас поправим. Вот так. То есть это, представьте, что у нас половинка полочки. Вот просто базовая половинка полочки без каких-либо ненужных дополнений, изменений и так далее. Слегка приталенная. Там по выточкам, сами как хотите, думайте, что там у нас случилось с ней. Можно вот так сделать, чтобы она никого не смущала. Так, сейчас мы ее сделаем с черным контуром, с белой заливкой. Это основа, база, с которой мы сегодня работаем. Вот, теперь вот эту всю красоту нам нужно раздублировать. У нас должно быть 9 штук. Раз, Ctrl D. Вот, и вниз. Нам нужно с вами сделать два ряда. Раз и два. Вот, всего у нас будет 9 эскизов. Все это блокируем, создаю новый слой и рукав номер один. Без рукавов. Ничего мы здесь делать не будем. А это нам действительно с вами важно. Без рукавов. Так и подпишем, так и зафиксируем. Это у нас с вами без рукавов. Следующий вариант, классический вточной рукав. У нас с вами есть линия проймы. В нее, соответственно, втачивается рукавчик. Акад бывает разным. Он может быть короткий, может быть длинный, прямой и так далее. Но смысл остается тем, что вот он у нас в пройму вот так вот входит. И получается вот такой рукавчик. Сейчас мы его будем заливать белым цветом, но с красным контуром. Чтобы было понятно, что у нас с вами за рукав. Соответственно, напишем, что это вточной рукав. Таким вот образом. Следующий рукав, который мы будем делать, это рукав реглан. Почему я вам так показываю? Мы сейчас с вами потом это все раззеркалим, и у нас получится полное изделие. Так что целых 9 штук. Реглан бывает разной формы. Он бывает более квадратный, бывает здесь более скошенный. Вариантов очень много. Но смысл в том, что у нас вот так вот от горловины идет рукавчик. И опять же, длина рукава может быть самая-самая-самая разная. Вот таким образом у нас будет с вами реглан. И, конечно, вот так мы его обозначим. Вот реглан. Эта линия у нас с вами регулируется. Так же, как и эта линия, в зависимости от того, какая у нас модель, может очень сильно отличаться. Итак, рукав реглан. Следующий рукав, который часто у нас встречается, например, в пальто, либо его иногда бывают, называют рубашечный. Здесь нам придется откорректировать основу. Это реглан со спущенным плечом. Соответственно, что мы здесь будем корректировать? Вот так вот у нас спущенная часть будет. Соответственно, здесь, как правило, почти прямая пройма. Вот так. Вот он вот так вот спускается. И, соответственно, рукав уже будет пристраиваться вот здесь. Блокируем и подстраиваем рукав. Как правило, у такого рукава практически никакой окат. Ну, то есть он практически ровный. Там совсем он маленький. Они, как правило, достаточно широкие. Очень часто такое используется на пальто. Поэтому... Ну, сейчас зону спущенности немножко подкорректируем. Вот, она может быть сюда немножко пошире. Вот такого плана. То есть здесь у нас произошла корректировка еще и основы. Не только самого рукава. Да, но еще и основу мы с вами подкорректировали. Соответственно, это у нас спущенный рукав. Спущенный. Следующий у нас будет рукавчик, рукав-фонарик. В чем его особенность? Он вот здесь, как правило, у нас присборен по окату. И может заканчиваться, в общем-то, где угодно и чем угодно. Но давайте сделаем короткий. Потому что там бывает рукав типа Джульетты, когда снизу там будет узкая часть к нему еще подшиваться. Но смысл в том, что вот здесь вот он действительно как такой фонарик смотрится. И, как правило, вот здесь у нас с вами присутствуют складочки, которые, конечно же, надо нарисовать. Такие маленькие штучки здесь будут присутствовать. По низу может быть манжет, а может его и не быть. Давайте сделаем манжетик. Но это не является прям обязательным моментом. То есть там снизу может быть подшит еще длинный рукав. Ну, вот, по крайней мере, как нас учили, по-моему, он называется Джульетта. Поправьте меня, если я не права. Особенно, если кто-то есть профессиональный конструктор, кто смотрит. Так, это у нас фонарик. Фонарик. Следующий рукав у нас крылышко. Он так вот свободно спадает. Вот, и здесь такой легкой волной идет. И сюда приходит. Вот так. Единственное, надо помнить, что рука у нас должна быть рукавом прикрыта. Да, поэтому хорошо, когда у нас есть шаблоны, мы видим эти моменты. Вот. И, соответственно, здесь тоже мы сейчас подрисуем. Такие вот линии. Которым придадим красоты. Эти тоже сейчас красоте придадим. Что-то, мне кажется, я забыла про них. Про красоту линий. Вот. Соответственно, это вот у нас будет с вами рукав. Крылышко. Крылышко. Осталось всего три рукавчика. И здесь нам тоже с вами придется корректировать основу. Потому что этот рукав будет у нас летучая мышка. А летучая мышка, как правило, цельно выкроенной. Но когда он у нас вот так сложен, и вот здесь появляется такая, давайте скажем так, складочка. Вот ее мы сейчас и прорисуем. То есть вот сюда и вот отсюда такая складка и соединяется с основой. Вот так. Соединили. Сделали. И вот эта точка, как правило, более такая мягкая. Вот. Вот так. Чтобы я рекомендовала. Вот здесь мне что-то не очень нравится, как получилось. Там какая-то некрасивая точка. Вот это место, которое будет под мышкой. Все-таки поправить. Немножечко. Ой. Стерла все лишнее. Сейчас мы вот это соединим между собой. Так. Одну точку с другой. И вот эту тоже вот красоту надо как-то проправлять, чтобы она была разумная. Вот. Соответственно, отсюда тоже может быть вытащена линия. И немножечко. Вот. Вот так вот. Вот здесь, вот в этом месте, в месте подмышки, как правило, будут формироваться такие легкие складочки. Никуда вы от них не денетесь. Поэтому, когда мы рисуем рукав такого типа, про них не надо забывать. Особенно, когда он спущенный. Вот здесь именно с рукавой мышкой часто возникают вопросы, потому что как его нарисовать. Как правило, я рекомендую рисовать две руки. Одну руку спущенную, а одну руку отставленную в сторону. И на ней полностью прорисованная форма мышки, как бы вы ее хотели видеть. Вот. Поэтому надо и так, и так показывать. Потому что, чтобы с конструктором это все у вас согласовалось. Летучая. Мышь. Популярный рукавчик. Кстати, иногда смотрится очень приятно. Особенно из трикотажа. Исторический такой немножко рукав у нас сейчас получится. Называется рукав-окорок. В современной моде я его не очень часто вижу. Но смысл в том, что он как бы сверху пушистый такой, объемный. А снизу он прилегающий. Получается по форме, если на него посмотреть, как будто бы свиной окорок. Мы делаем. И по-разному его делают. Но, как правило, вот здесь все-таки присутствуют некоторые складочки. Для того, чтобы создать дополнительный объем. И они здесь у нас с вами находятся. Вот. Так. Так. И так. А вот. Не забываем про красоту линий. Это рукав у нас называется окорок. Еще раз говорю, это основные линии. Естественно, вы можете добавить пуговки, манжеты, отстрочки и так далее. Просто обозначаю основную форму. Основные линии. И еще один рукав, про который хочется сказать. Он тоже делается с изменением основы. Это рукав кимоно. Он у нас будет смотреться вот так. То есть, вот здесь по плечу он будет сниспадать. Потом сюда идти. И вот так. Вот так. Вот. По факту он просто прямоугольным там смотрится. Но когда сниспадает ткань, он будет смотреться вот так. И не будет здесь такой головки рукава. Он будет мягко падать. Можно даже нарисовать, что он вот так. То, что объем. Вот. Это вот такой рукавчик кимоно. Конечно же, видов рукавов намного больше, чем я вам показала. И это понятно. Но это вот такие основные рукавчики. Если вы будете знать, как их рисовать, если они будут у вас в базе, вам будет очень удобно работать. Я имею вот такую базу. Сейчас я вам покажу. Ну, мы все, что мы нарисовали, из всего сделаем сейчас блузы, кофты, топы. Как вам удобней назвать. Вот, смотрите. 9 штук. Сейчас вот так сделаем. И каждую детальку мы с вами раззеркалим. Раззеркалить буду по одной. Простой базовый топ. Лишнюю точку убрать. Простой топ с вточным рукавом. Ну, или очень похоже на кроп-топ, да? Так. Вот так. Соединить. Лишнее. Убрать. Топ с рукавом. Реглан. Раззеркалили. И вот так. Я думаю, что сейчас раздвину рукава, которые у меня друг на друга находят. Сначала просто все подготовлю. Так. Следующий. Спущенный рукавчик. Как видите, у меня абсолютно одинаковая основа. Я ее никак не меняю. Просто раззеркаливаю, как это все смотрится. Я, кстати, все заранее сгруппировала. Если вы обратили внимание, то я каждую основу с каждым рукавом разгруппировала. Точнее, сгруппировала в группу. То есть вот это у меня единая группа. Я когда на него щелкаю, у меня получается единая группа. И, соответственно, вот я раззеркаливаю. Если кто-то не помнит, как я раззеркаливаю или не смотрел какие-то предыдущие видео, где я очень подробно про это рассказывала, я беру инструмент зеркальное отражение, ставлю на центр, чтобы это моя линия отражения была. Начинаю вращать. Нажимаю кнопку Shift, нажимаю кнопку Alt. Потом отпускаю мышку, а потом уже отпускаю кнопки клавиатуры. Таким образом у меня все соединяется. И вот здесь такой момент, куда у меня все пропало, где мои там штучки. Ничего у меня никуда не пропало. Все должно быть на местах. Еще раз. Инструмент зеркальное отражение. Ставим на центр. Проворачиваем с Shift, нажимаем Alt, отпускаем кнопочку мыши. И получаем. Поскольку у меня это группа, то инструментом Direct Selection белой стрелочкой соединяю. Лишнюю точку удаляю. Такая, ну, достаточно механическая работа, как видите, получается. Давайте последний сделаю. Чуть-чуть осталось. Так что вместо одного эскиза мы сегодня нарисовали 9. И, в общем-то, я хотела показать основные типы рукавов. А получилось то, что получилось. Так, берем теперь наших ребят, отодвигаем, чтобы они друг с другом не толкались. Я думаю, что с этим делать дальше, уже понятно, да, можно это делать как самостоятельные топы, можно это делать как верх платья и так далее. Но принцип очень простой. Вот такие вот основные типы рукавов у нас с вами получились. И можно еще рисовать рукавчик, как я и говорила, вот по типу летучая мышь, когда одна рука у нас опущена, и мы видим, как это смотрится на опущенном. И второй вариант, когда рука у нас поднята в сторону, но это в зависимости от типа рукава. Иногда нужно, чтобы она стояла на талии, иногда она нужна поднята в сторону, потому что вот кимоно и летучая мышь, они лучше читаются, когда человек стоит руки в сторону. На этом все. Такой вот эскиз не эскиза. Много эскизов. Обязательно пишите мне ваши пожелания, что бы вы еще хотели порисовать, что бы вам еще показать и было бы интересно. Вот я с удовольствием всегда читаю все, что вы пишете и воплощаю это в жизнь. На этом все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok